Троица тремя праздниками богата – цветами, травами и румяным летом, говорят в народе. Действительно, только после этого праздника можно с уверенностью говорить о наступлении лета. Этот церковный праздник год от года в Славянске-на-Кубани отмечают с особенным размахом. В главном храме города Святоуспенском проходит праздничное богослужение. А чуть позже на театральной площади устраивают народные гуляния. Чем запомнится жителям и гостям Славянска празднование Троицы 2018 года узнали и мы. Святоуспенский храм в день Троицы выглядел особенно нарядно. Его украшали зелень и свежие цветы, а центром этой композиции являлась икона, изображающая триединство Бога Отца, Сына и Святого Духа. Этот праздник можно назвать днём рождения церкви, так как на 50-й день после Вознесения Господнего Бог не спасла Святого Духа, который помогал апостолам нести истинное слово людям, писать Евангелие. Что, можно сказать, определило основу церкви. Перед входом в храм в этот день разместилась благотворительная выставка-ярмарка. Подобная практика в наших храмах не новость. Она регулярно организуется в дни больших праздников с целью возродить в людях стремление к благотворительности. Ведь именно благотворительность, жертвенность является основой православной веры. Церковь сама по себе – это, скажем так, сосредоточие благотворительности. И просто церковь пытается в такие великие праздники, пытается обратить особое внимание. И пытаемся обращать особое внимание. Вот у нас ярмарки проходят, и ярмарки проходят, и благотворительные акции проходят. С этой целью, именно приуроченной к каким-то великим праздникам, с этой целью, чтобы хотя бы в великие праздники, двойнодесятые праздники, люди почаще задумывались о том, что кому-то нужна помощь. Практически все приходы славянского благочиния приняли участие в ярмарке. Свято-Успенский храм собирал пожертвования для районного инклюзивного центра «Росток Надежды». А вот прихожане Свято-Анастасиевского храма постарались и принесли выпечку, овощи и ягоды со своих участков для того, чтобы собрать средства на завершение строительства своей церкви. Волшебной силой Бога растет наш храм. Настолько тепло и любезно смотреть на его купола, и что он у нас есть. Это наша радость нашей станицы, будущее всех наших детей и правнуков. Храм наш возведен на том же месте, где был порушен. И даже когда разрыли фундамент, на том же фундаменте. Приняли участие в выставке и рукодельницы района. Кто-то принес свои работы, которые делаются специально для продажи, другие же просто создают красоту и готовы поделиться ей с миром. Картины в технике «Шерстяная акварель» на ярмарке представила Любовь Чехова. Ее работы настолько заинтересовали юных посетительниц храма, что пастерица решила дать им небольшой мастер-класс. Ведь важно делиться с ближними не только материальными благами. Бог велел помогать, да, не обязательно там бедным, а просто тем, кто нуждается. И где-то наша помощь нужна, может быть, мы об этом не думаем. Не именно там подавать нищим, не именно только так. А подавать тем, кому необходимо. И чем сможешь, тем и поможешь. А тем временем на Центральной городской площади уже начал собираться народ, чтобы весело отметить любимый праздник. Поздравил горожан с ним и сказал напутственные слова иерей отец Александр Худлич. К сожалению, сильный ветер не дал возможности украсить площадь свежескошенной травой, как это делается обычно. Настроение же создавали букеты ромашек и выросшие за ночь перед Домом культуры деревцы. Традиции на Троице украшать травами комнаты до сих пор живут в домах людей. Раньше, да, делали много. Травка была такая, мята, клен, все это делали. Доливку мазали, все-все это делали. Ну, сейчас просто веточки украшаешь так же немножечко и все. Веточки разбрасываем по полу, ну, траву. Сейчас уже ленимся, потому что надо убирать, старые стали. Мои дети это все знают и это делают. Знают, за иконки ставят везде, везде все очень хорошо. Праздник очень хороший. Шквалистый ветер не очень располагал к прогулкам. И тем не менее люди подходили на площадь, чтобы послушать концерт, принять участие в конкурсах и исполнить традиционные обряды, которые сулят везение. Говорят, что если на Троицу загадать желание и повесить ленточку на ветку дерева, то задуманное обязательно сбудется. Главное желание, которое загадывали в этот день славянцы, было, конечно же, пожелание здоровья. Я загадывала здоровье всем людям, здоровье себе и своей семье. Гостям праздника раздавали пироги. Кто съест кусок, будет сильным целый год. На удачу всем желающим подарили березовые венки. Но центральным событием народных гуляний в честь празднования Троицы всегда было купание семичихи – соломенной куклы, символизирующей урожай. С песнями и смехом гостепраздника вместе с творческими коллективами города пронесли куклу по улице Красной до набережной, где опустили в реку с пожеланиями хороших урожаев в наступившем году. Опускай! И пускай будет урожай! Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».